Здравствуйте, уважаемые друзья! И сегодня мы с вами собрались поговорить на тему отзыв ученицы первого потока курса «Выход на Высшее Я», ответы на вопросы и контакт с учительской системой. Сегодня гостей моего прямого эфира будет Елена Фальчева, как раз-таки ученица первого потока. Елена, я тебя приветствую! Добрый день, Сергей! Добрый день! Вернее, наверное, доброе утро. Но у кого какие временные сутки и кто когда будет смотреть эфир? Поэтому я всех приветствую. Всех, Сергей Ауров, спасибо за приглашение, как обычно. Хочу сказать честно, большое количество вопросов на самом деле не было освещено в предыдущем прямом эфире. Опять-таки из-за такого колоссального объема информации, которую мы получили. Но были открыты другие вопросы. Но это уже прошло. Давай поговорим с тобой сегодня о твоем отзыве. Поделись для начала. Опять же, по прошествию уже больше года прошло, после того, как вы стартовали на первый курс по Высшему Я. Это было для вас, это для всех было в новинку. Вы первопроходцы. Вы те люди, которые впервые прикоснулись к данной информации. И поступенчато, когда шли по этому курсу, оказалось, что за определенной ступенью еще ступень, потом еще ступень. И все новые и новые возможности перед вами открывались. Да, каково это? Расскажи, пожалуйста, вот свою обратную связь, потому что она, безусловно, очень важна, так как Вы первые, кто познакомились с этой информацией, и кто на сегодняшний день является проводниками высокой чистоты, вибрации информации, которая поступает на Землю. Поделись, пожалуйста. Да, спасибо большое. Да, действительно, в тот раз получился такой обрезанный, но, как уже понятно, что все не запланировано, случайностей нет, а, наверное, оно так и должно было быть. По поводу обучения, конечно, мы уже учимся даже, мы учимся с 9 июня 2020 года, то есть уже прошло больше года, уже пошел во второй год, и Вы знаете, мне кажется, этот процесс, он никогда не закончится, потому что даже то, что нас выпустили с двух ступеней, ну, не ступеней, а свыше я и с учительской системой, но все равно работа должна быть, то есть каждый раз, мы каждый день открываем с нового домашнего задания. То есть здесь нет такого, как у нас в школе, выпустили диплом, отдали и все. Нет, нет, нет. То есть и чем проводник серьезнее хочет вот работать в этой области, тем хочет, чтобы сильнее канал был, как у нашей Ирины, которую мы все обожаем людям и смотрим. Первопроходец, она у нас. Не мы, первый поток, а она, и мы, собственно, за ней идем, ловим обрывочки информации, ловим всю информацию, которую она дает. Вот вы видите ее спонтанные эфиры, туда сразу толпа налетает, налетает, потому что это вот любая фраза, это уже можно ее делить, и можно ее применять вообще вот так вот по жизни. Вот, поэтому, конечно, когда она объявила, да, был анонс о новом курсе, про который как бы, ну, просто вот выход на высшее «Я», причем даже он как-то сначала, мне кажется, даже по-другому назывался, но не буду сейчас. Ну, то есть и не было даже в сознании понятно, что это такое. То есть если бы Ирина с самого начала сказала, что я готовлю таких, как я, мне кажется, там вообще там было 20, сразу тысяч людей, все, кто у нее сейчас в Инстаграме, потому что, конечно, ну, и ей, наверное, тоже впервые это было, но в любом случае вот мы идем, вот, и, конечно, когда, ну, опять же, нам непривычно, когда у нас нету какого-то конца, да, то есть нам непривычно. То есть мы, конечно, когда 7 ступеней, потом была еще одна ступень, и главное не было такого, что раз, и вот будет 12, и пошли. Вот как у вас сейчас, да, у нас было 7, потом на одну продлили, потом на две продлили, потом еще, потом еще контракт, потом после контракта вы все прекрасно в курсе, да, что мы еще где-то порядка 9 месяцев еще нарабатываем, нарабатываем, нарабатываем. И по записям, вот, и то, что вот Ирина вчера говорила, конечно, по личным консультациям, у нас наработка-то еще не такая большая, то есть нам еще учиться и учиться, то есть у нас где-то в среднем по 35% открытого вот настройки с высшими учителями, и поэтому, конечно, нам еще работать, работать, трудиться и трудиться. Но, конечно, колоссальная система. Я уже вот в первый раз, когда мне предоставляли слово, но немножко оборвалось, начала говорить, что я как раз тот представитель, который ничего не знал. Я вот совсем пришла вот прям новенькая-новенькая. Вот сейчас у нас тоже народ пишет, спрашивает, а что будет, если я совсем не подготовлена, а стоит ли идти, не стоит идти, стоит. Потому что вот я представитель, вот не, у меня не было базы, у меня не было там эзотерических каких, у меня были, можно сказать, телесные, вот, да, телесно-ориентированные практики, как их называли, всякие динамические медитации, вот все такое как-то через тело. Но при этом сознание было вот на уровне обычного среднестатистического человека. И потом подключилось питание, потом подключилась работа с сознанием, работа с Ириной. И вот это вот все закрутилось, я вот уже представляю, как будто треугольник. И все равно, если одна сторона у вас провисает, то высоко не пойдете, далеко и широко. Вот, все равно у вас как будто зацепка начнем. Поэтому вот все эти три аспекта все равно надо вверх поднимать, расширять и не забывать про физическое состояние. Потому что, конечно, вот правильно начали с питания. Потому что это самое простое. Потом можно уже объяснить, что ребята, ну вот если послушать, как нас хамилия вела, да, то есть вот она сначала, ну, пейте правильно, пейте правильно, пейте правильно, кушайте правильно, потом кушайте правильно, кушайте правильно. А потом такую информацию начинают. Вот, расширяем, расширяем сознание. То есть они тоже, они, конечно, нам сначала физику изменили, потом у нас хоть в сознании начало это откладываться, вся информация, которую они давали. Ну вот, наверное, такой вот опыт. Я думаю, что не у всех был такой опыт, потому что у нас есть ребята, которые уже пришли подготовленные, Но при этом, вы знаете, все равно мы на одном уровне. Видите, нас же не отпускают всех вместе, поэтому мы все идем на одном уровне, у всех одинаковые показатели. Просто, может быть, кто-то поактивнее, наверное, кто-то просто за другими наблюдает. Это, впрочем, как и в жизни, в любом классе кто-то там активничает, его вся школа знает, а кто-то очень хорошо учится и потом достигает вообще невозмерных результатов, просто он там не мелькает очень часто. Поэтому я думаю, в втором потоке побольше народа. Наверное, там уже включается такая конкуренция, ребята, не включайте. Все равно, потому что все расставится, ребят, все расставится. И вот на это как раз очень часто слова святых были о том, что все будет в свое время, все придут в свое время. У всех совершенно разные контракты подписаны, поэтому говорить о том, что мы конкуренты, у нас области разные. Вот мы сейчас делимся личными консультациями. Уже одно дело, когда мы контракты подписывали, а теперь уже нам в работу вступать. Там такое. То есть просто такие области фантастические. То есть если это все будет реализовано, то мы будем в таком мире жить. Поэтому никакой конкуренции. Каждый идет своим путем, каждый развивается, поэтому вы подтягивайтесь за нами. Потом пусть ребята подтягиваются, которые в третий поток пойдут, потому что всем места хватит. Работай вот так. Вот правильно говорит Ирина. Нам целый мир менять. Так что вот так. Да, это точно. Вопросы к нам уже поступают. Елена, насколько, ну, я-то понимаю, просто хочу немножко разъяснить тоже для возможностей. То, что тот бэкграунд, то есть та история предыдущая, которая, собственно, вела на момент решения, принятия решения, идти ли на третий поток или не идти, идти ли в развитие дальше, более глубоко или не идти. Весь тот бэкграунд, весь тот опыт, он в принципе не важен. Потому что один человек, он развивался, там, может быть, десятилетиями. Другой человек, он никак не развивался, но его в моменте привело к этой информации. Ему высшее «я», это мы уже сейчас понимаем, да, подало сигнал, что да, это та история, которая тебе нужна, иди в развитие. Да, и человек для себя понимает, ой, здорово, мне откликается. Но тут же начинают приходить разного рода вопросы, сомнения и так далее. Программа «Ума» всё-таки подключается. И вот в этой связи вопрос. Совсем нет опыта, но большое желание. Смогу ли я? Обязательно. Обязательно сможете. У меня вот тоже, ребята, никакого опыта не было. Вот действительно. И, конечно, сможете, потому что здесь идёт открытие для всех. Каждого открывают как маленького. Вы понимаете, как нам дают общую информацию? Но мы же сами в процессе домашней работы, да, мы нарабатываем и раскрываем себя. И здесь, конечно, вот это раскрытие. Много мы тут дискутировали на тему, от чего зависит. Много у Ирины спрашивали. Вот как раз-таки вот кто вот так более опытный, на него энергии идут. Спрашивали. Наработка Монады. Очень много зависит от наработки Монады. Поэтому когда вот это что-то ёкнуло и зацепило, может быть, у вас там просто вот, да, вас поставили, всё, иди, а у вас там огромный опыт, который, даже это не опыт, а огромный, наверное, открытый канал, который был прикрыт, который сейчас вот путём правильной постановки, и не только задач, но и правильной постановки. Понимаете, вот Ирина очень часто говорит, чтобы не дойти до сумасшествия. То есть это действительно, когда открывается вот совершенно другая картина, когда там картинки в голову идут, звуки в голову идут. Конечно, можно, наверное, без подготовки. Но когда ты этого ждёшь, когда сознание пишет и ждёт, у вас должны проявиться картинки. И ты понимаешь, ага, значит, это норма. И сознание становится в балансе. Поэтому, может быть, чтобы вам, вот для тех, у кого вот эта вот история идёт с монадой ещё, да, чтобы этот опыт, он был в раскрытии и очень экологично, как сейчас говорят, чтобы вам не навредить, вашему социуму не навредить. Вас поставили сюда, и вы, причём, как говорят, да, я не помню, Сергей, ты, наверное, говорил, что третий поток, у него там поменьше будут занятий, расписаний. Вот, то есть он такой, да, может быть, это вот так, и вы уже откроетесь, потому что вы тоже уже видели пример нас, пример вас. И, собственно, может быть, на то и рассчитано, что раз-раз-раз, и вот хлопок, и вы раскрылись, потому что такое тоже есть. И опыт тут действительно, вот в этом опыт, вот только прошлых воплощений. Вот это, ну и, соответственно, то, что наработали здесь, потому что всё-таки тело, если оно как бы деструктивно работает на каких-то деструктивных программах, ещё там не отработало какие-то зажимы, а потом ещё не забываем, мы же сейчас находимся как раз вот в этой второй волне перехода, а здесь же тоже какие-то, скорее всего, вот Ирину не спрашивали, но взаимосвязи тем, как сознание открывается уже в новых программах. Поэтому, может быть, здесь уже идут на третий поток точно четвёршники, которых Ирина уже по четвёртым программам открывает, и поэтому и ускоренный такой режим. Это тоже вполне возможно. Так что обязательно, нету никаких сомнений, что всех откроют, всех откроют. Да, если, опять же, события прописаны, да, просто многие ещё верят в случайности, я уже везде и вся говорю, друзья мои, случайности не случайны, нет ничего в этом мире случайного. И когда говорят тоже, мне повезло, я так, ну, улыбаюсь, говорю, ну, раз ты так считаешь, пускай будет так. На самом же деле всё прописано, да, определённым образом каждый получает, опять-таки, по мере своего уровня сознания. Хорошо. Хорошо. Когда, Елена, когда вот ты вышла на канал, на какой ступени? Вот расскажи про свой опыт, пожалуйста. Вот вы знаете, надо было, наверное, подготовиться, посмотреть именно по срокам, но я хочу сказать, вот когда только начали проявляться небольшие фразы, у меня всё проходило в мыслеформах. То есть когда нам говорили, пишите кириллицу, все писали кириллицу, ну, как все, все старались писать кириллицу, а у меня ни одной буквы не было, но у меня были слова, 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 слова. И когда мы уже в чатах стали, очень-очень большое значение иметь чаты, не бойтесь, пишите, там действительно такой обмен информацией, когда стали писать, и оказывается, не у меня одно и такое, и уже спокойнее, понимаете. И оказалось, что у меня как бы, и ни у одной меня, что не всегда идёт кириллица, а очень часто идут мыслеформы, и я их все записывала на биткофон, и у меня эти записи, они все-все-все есть. То есть можно посмотреть, когда пошли вот эти обрывочки, которые вот мы записывали. То есть она могла вот просто включить запись, писать, и там раз какая-нибудь фраза, А потом, когда второй раз, первый раз, то кажется, что сама говорю, сама, когда второй раз прослушиваешь, уже вряд ли такое скажешь. И вот так вот потихоньку-потихоньку с этими аудиозаписями, хотя вот аудиозаписи у нас многие переслушивают, но я вообще свои не аудиозаписи, не ролики, мне почему-то кажется, что там что-то такое. Я как выдаю, всё, всё, я потом уже не смотрю, не слушаю. Вот. Но вот эти записи, я так думаю, где-то ступень восьмая, это уже, потому что у нас же было до седьмой ступени, но в восьмой уже у меня прям, надо по датам посмотреть, но в восьмой уже прям вот эти вот пошли, такие, ну, вот сколько нам говорили там листов прописывать, вот столько и шло информации, то есть вот какие-то разговоры, причём в основном были разговоры, какая я хорошего. То есть были подбадривающие такие темы о том, что какая ты хорошая, ты молодец, ты трудолюбивая, и вот всё вы делаете этого блага, то есть вот всё было не то, что мы вам сейчас, ну, видать из-за того, что у меня, наверное, не было такого бэкграунда, да, какого-то там с торсионными полями или там с сакральной геометрией, может быть, тогда мне выдавали на этом языке, а мне выдавали обычным языком, не бойся, пиши, вера главная, вера, обязательно верь, и вот мне вот таким ласковым-ласковым, как бы, притупляя моё сознание, чтобы оно не пугалось, что что-то такое не то происходит, потому что всё-таки это не то, вот, поэтому, но языка не было вообще, то есть языка не было, даже подписание контракта, я делала мысли формами, и язык включился уже только вот в феврале, вот если мы подписание там делали в декабре, то язык в феврале, то есть не пугайтесь, что если не включится язык, потому что всё равно на это требуются процессы, на это требуется время, на это требуется накопление, и самое первое, это, конечно, у меня Богородица включила, Богородица, учительская система, и тоже сравнить было не с чем, и только вот, когда мы общались с Мелиссой нашей любимой, вот, она сказала, Лена, у тебя Богородица идёт очень хорошо, мне есть как, ну, сравнить, она вот так сказала, с чем сравнить, и тогда я как-то так, ну, ой, да, ну вот, и у меня учителя, они хорошо, и сами, а вот голос мне, тоже пришлось, мне пришлось потрудиться, потрудиться как, мы трудились-то все, но подумать, а почему у меня голос, значит, у меня не будет голоса, может быть, у меня нет выхода на канал, и то есть, вот эти вопросы, которые вот всё время возникают, они всегда были, то есть, но в процессе, видите, и опять-таки, у нас, у многих ребят пооткрывались многие таланты, назовём их так, многие, ну, сильнее открылись каналы, ну, рассчитка произошла вот уже в тот момент, когда мы дополнительно всю работу проводим, вот сейчас, вот в эти времена, так что не бойтесь, если к какому-то моменту, да, в 10 месяцев, у вас сейчас 10-я, будет 11-я ступень, да, вот каких-то успехов явных нету, работайте, потом смотрите, не всегда, вот, она, именно, должен быть результат такой, какой говорят, посмотрите, потому что, может быть, это будут ваши мыслиформы, которые никак не выписываются, а может у вас там крестики идут, или нолики, у нас ребята показывали свои летописи, это потрясающе, там книжку хотят издавать, потому что это картинки, это сакральная геометрия, это безумные рисунки, это, это вообще, то есть выводят энергию любыми путями, не только кириллицей, то есть, вот я точно помню, у меня тоже в голове сидела, так должна кириллица, у меня ни одной кириллицы нету, ни одной, ни одной буковки, не переживайте, не переживайте, здесь надо, вот что называется, слушать себя, и посмотреть другие пути, просто некоторые не знают, что можно попробовать и так, некоторые не ухватывают, то, что происходит в голове, это и есть те посылы, и вот в этом-то и нету возможности вот так вот прям вот схватить учителя, как у нас, да, в обычной школе, а поясните, а это может быть или нет, мы, конечно, в чате пишем, мы пишем там, когда у нас уроки проходят, Ирина, ответьте, конечно, по возможности она много чего отвечает, но мы на ощупь, на ощупь, поэтому вот так, то есть где-то, наверное, вот две, ну вот, я думаю, вот в этом промежутке, но посмотрю, мне уже тоже не первый раз вот задают вопрос, но как-то достаточно быстро, вот очень плохо у меня шёл язык, вот язык, это был прям мой камень преткновения. Понял, опять же, как говорит хамилия, без ожиданий, то есть вы приходите к этим знаниям, и каждому по, опять-таки, монотическому опыту, да, у кого-то сразу открывается, вот кто-то здесь поделился, что уже год, также на первом потоке, и уже год на том же уровне, на котором и пребывало вот год назад, то есть у каждого свой опыт, кто-то нарабатывает долго, да, зато потом оно всё вот, ну, изливается, да, как говорится, информация начинает идти, и уже человек в поток входит, и даже не представляет потом жизни без потока, да, вот скорее всего у тебя, Елена, так сейчас и происходит, то есть если бы, ну, уже старая жизнь, да, ну, как она была до этого, уже не актуальна. Я, я, в принципе, знаю ответ на этот вопрос, да, поэтому, собственно, его и проговорим. Я хочу подтвердить то, что, когда святые выходят на контакт, вот у меня та же история, ласково, бережно и подбадривающе, то есть это такая благодать, вот сидишь, и мысли формы идут, да, их прописываешь, и на самом деле это дорогого стоит. По поводу также ответов на вопросы, друзья, вы все ответы на вопросы будете получать, во-первых, когда начинается урок, Ирина первый, там, час иногда даже, занимает на ответы на вопросы, то есть, да, вы их оставляете под предыдущим уроком, и она на них отвечает, то есть вы получите ответы на все вопросы. Плюс к этому, третьему потоку будет еще проще, так как два потока уже прошли данное обучение, и уже на колоссальный объем вопросов ответы есть, так что в чате также администраторы будут помогать. Ну и непосредственно пришел в потоке вопрос, что такое кириллица, друзья мои, кириллица это русские слова, да, то есть русские буквы, то есть мы так выражаемся, кириллицы, то есть если выходят буквы, либо уже слова и так далее, во время потоки, когда вы занимаетесь. Ну что ж, следующий вопрос, все ли участники первого потока стали контактерами? Вот такой вопрос пришел. Ну, у вас есть общий чат, да, и я тоже общаюсь не с одним представителем первого потока, и знаю, что все на разном уровне. Вот, но все-таки вот такой вопрос сформировали, наверное, люди хотят, чтобы ты, ну, более развернуто дала ответ на данный вопрос. Вы знаете, ребят, по, как говорит Ирина, по монадическому активу все подключены, все на канале, но действительно у всех разная наработка, и наработка, когда пришли, и наработка в процессе, и опять-таки не забываем физику, потому что мы, да, энергию-то проводим, но надо, чтобы она проводилась еще, то есть здесь нужна, как бы работа, не только латания, но еще и работа и с собой, и, конечно, со своими эмоциями, потому что, вот, да, если меня спросить, что я делала, вот это время, покуда мы подписали контракты, да сейчас на учительской системе, прорабатывала себя ежедневно, мне говорили, вот, у тебя вот это еще, я прорабатываю, у тебя вот это еще, прорабатываю, какую-то, какую-то, вот, ну, что-то испытала на улице, а почему это так? Только начинаю писать, прорабатывай, то есть прорабатываю для чего? Чтобы ничего не осталось, чтобы ничего не цепляло, чтобы, чтобы мы были прям, вот, ну, прям, ну, вот разливалась Божья благодать, и все, говорят, почему, как вы будете проводить энергию, если у вас еще сидят, еще сидят какие-то кусочки, которые цепляют, которые вас цепляют, а значит, они, ну, они все будут цеплять, то есть люди и зеркалят, и мы, ну, то есть мы должны быть чисты, и поэтому все это время мы прорабатывались, и, конечно, уровень разный, ну, действительно, и, конечно, ребята, ну, тем, кто вышел пораньше на какое-то письмо, да, вот на какое-то общение, на диалог, им проще, почему? потому что все это время, пока мы латаем, больше, там, девяти месяцев уже после подписания контракта, с нами ведут активные работы, которые мы понимаем, наше сознание понимает, нам рассказывают, вот там, ты-ты-ты-ты, и вот такую практику сделайте, вот это, ну, конечно, нам интересно, да, что нам сегодня скажут, вот ребята, которые не получают еще этой информации, в том нашем понимании, как это легко и хорошо, конечно, им тяжелее, потому что у них энергия только идет, вроде как проще проводить энергию, да, чем писать, потому что у некоторых ребят выходят на один лист, там, по 10 минут, по 20 минут, потому что выводят все, и с другой стороны, вот энергия проще, но при этом не так интересно, как тем, которые выводятся информация, ответ всегда у Ирины один, все подключены, все работают, у нас есть, да, из первого потока девушки, которые писали, писали энергии, даже контракт был выписан в энергии, только летом, только летом открылись все каналы, и все стало, вот, прям вот, ясно, поэтому у каждого, конечно, свой, свой период, но если хамилия говорит, что все подключены, все выйдут, здесь только надо, вот, как бы работать, утверждать, что это действительно будет так, но работать, вот, каждый раз мне святые говорят, работать, работать, я говорю, ну, работать, раб, ну, как-то, да, в понимании, говорят, от слова творить, я говорю, ну, ладно, от слова творить, вот так вот работать, то есть надо вот работать, работать, это действительно, ну, потому что, наверное, по щелчку пальцев происходит, ну, пока у нас не происходит, вот, Пока мы, наверное, не на тех уровнях, чтобы у нас раз и всё открылось. Надо работать. Скажи, пожалуйста, какие условия подписания контракта? Потому что все знают про то, что есть какой-то определённый контракт, и многие его даже боятся. Можешь немножко раскрыть эту тему? Что такое вообще контракт и каковы условия подписания контракта? Ну, вы знаете, как в обычной жизни, да, это некое соглашение, это некий договор, причём он очень похож на рабочий договор. И я не побоюсь этого, потому что я, когда у нас было подписание контракта, когда все обменивались в чатах, а что вам выписали, а что вам выписали, а что вы запрашивали, потому что там идёт диалог, и можно запрашивать. Но опять, у тех, у кого есть информация, да, а у кого нет информации, они выписывают. Но при этом никто не возбраняет посылать мысли, что я хочу два выходных, да, я хочу обозначать себя. И это Ирина очень чётко нам проговаривала, вы требуйте свои условия. Но требовать их можно, но оговаривать всё равно в каких-то моментах прописано вот так, и всё, не меняются условия контракта. И я запрашивала у своей подруги-юриста о том, какие пункты, чтобы ничего не забыть. То есть это то же самое. Когда у нас какие рабочие времена, да, на что потрачено, тратится рабочее время, то есть, ну, временные рамки, сколько дней в неделю, сколько отпусков будут давать. Ценообразование, да, энергообмен. Когда, ну, все спрашивали, кто людей, будет это надо рекламу? Нет, ответственно, это был только один, что это всё будет обеспечено. Вот, то есть всё по пунктам уже в теле, вот в теле письма уже говорю, в теле контракта. То, что вам предназначение тут выводить, это, конечно, они выводят. Это, конечно, вот кто на контракте. Мне выводилась сначала Богородица, потом подключилась ещё Цивилизация, а потом уже мой Альтурион, и он как бы подытожил. То есть я сначала думала, что я на Богородице, потому что у меня же языка не было, и я думаю, где на Богородице. А в момент подписания, и там наработка у нас ещё была, была седьмая плотность, а потом девятая плотность. И получилось, что всё то, что выписала и Богородица, и седьмая, подытожила Альтуриона, вывела отдельным списком. То есть помимо того, что те задачи на эту работу, по-другому мы уже не скажем, они будут выведены вам, плюс ещё с вашей стороны обязательно не забыть узнать, когда отпуски, сколько работ с людьми, у всех практически стоит исцеление, поэтому сколько процентов в исцелении, сколько процентов каких-то информационных потоков, либо у всех разная же основа, вот я уже говорила, что это как раз тут нет конкуренции, потому что безумные вообще направления, в которых будут наши ученики трудиться, это, конечно, это просто, это колоссально. И как на это всё хватает фантазии. Ну, то есть мы такого не придумываем, действительно. И это выписывается, то есть основное выписывается. Конечно, все переживают подписание контракта, что это, как это, но опять не у всех выходят за раз. То есть если посмотреть мою папку с контрактом, это не папка, это одна из коробок, причём она заполнена полностью, потому что у нас был процесс, сначала вы выписываете, кто-то выписал в один день, а там нам 20 дней давалось, а кто-то в течение 20 дней. И вот мы пока выписывали, 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 потом дополнительные соглашения выписывали, выписывали, потом у нас была консультация с Ириной, Ирина говорит, а вы не всё выписали, и мы давай ещё выписывать, выписывать. То есть у нас это тоже заняло где-то, вот формирование полного такого, ну, понятного для головы контракта заняло, ну, в наших группах, вот практически два месяца, чтобы чётко. У кого-то, конечно, сразу он вышел, прям тын-тын-тын-тын-тын-тын, но в основном всё равно все как бы складывали, да, вот одну информацию, вторую информацию, третью, потом консультации. Ой, а я вот это спросила, все такие, про отпуск сразу давай спрашивать. Ну, то есть вот как бы, ну, тоже не знали, вот, поэтому тоже для нас было впервые. Единственное, Ирина всё время говорила, обязательно процентную работу спрашивать, потому что у неё 99% работ с людьми, и нет вообще для себя никаких временных рамок. Поэтому мы уж даже, кто энергию выписывал, везде писали, что вот, пожалуйста. Ну, всех примерно соотношение 70 на 30, вот если нам как бы 70 для людей и 30 на себя. То есть, ну, примерно вот так все выторговали, по-другому не скажешь. Да, да, да. Сначала выписывали условия, да, а потом через, после консультации, то есть после подтверждения, да, той информации, которую получили, уже происходила подпись контракта, да, происходила? Я правильно понимаю? Да, да, да. У нас было так, потому что у нас, я говорю, были временные рамки, и когда-то даже я проходила туда консультацию вроде как с выписанным контрактом для себя, мне Ирина сказала, ещё будут добавляться 3 пункта. И я садилась, и потом ещё выписывала, и мне ещё 3 пункта добавили, действительно. И вот недавно была консультация, и я спросила, полностью рассчитан контракт? Да, полностью. То есть, ну, вот, конечно, без Ирины нам бы было сложновато, потому что, конечно, мы ещё всё равно думаем, а так или не так, потому что я говорю, космические пункты в контрактах у многих, и поэтому, ну, а вдруг это как-то вот, ну, что-то напридумывано. Но когда это говорится, что да, это действительно, это всё так, но вы ещё что-то не дописали, то тогда уже, во-первых, сознание расслабляется, а, ну, значит, всё, значит, всё, я правильно, значит, любая информация, которая мне сейчас приходит, это истина, вот, и тогда проще дописать его. Так что да, так что не бойтесь контракта, не бойтесь, что он не за один раз, не бойтесь, что он в энергиях, не бойтесь, потому что вот на примере Елены, у нас, не меня, да, вот, из Бессибирска, у неё как раз-таки была энергия, но вот сейчас она просто очень-очень молодец, я вот наблюдаю за ней, она ласки, кажется, и она, конечно, ну, всё рассчитала, то есть она даже подписанный такой энергетический контракт не прогадала, вот, то есть всё в порядке. И вот вопрос поступил в потоке, а возможно ли дополнительные соглашения к контракту? Вы знаете, возможно, возможно, и вы знаете, вот у меня есть пункт в контракте, про который тоже очень такой хороший, но он вышел мне сам, то есть не я, по примеру, по совету своей подруги-юриста запросила, он вышел мне сам, и он очень хороший, он, знаете, какой пересмотр контракта ежегодно. И это, конечно, спасает, потому что вот у меня 19 декабря, потому что мы подписывали примерно в те даты 7 или 8 декабря, у меня 19 декабря пересмотр. Я у Ирины спросила, правильно ли это пункт, когда была личная консультация, она сказала, да, это правильный пункт, но он не будет переписан, он будет внесены какие-то дополнения, изменения, может, надбавятся ещё какие-то, но пересмотр, он же чем уже тут на нашем языке хорош? То, что можно по оплате уточнить, то есть мы же, когда вступали, мы же тоже не знали, а что, как, вчера какой был замечательный чем, да, по поводу того про оплату, тоже же никто не знает, как, что и куда. И, конечно, в этой консультации именно они в этом деле спасают и помогают, и вот этот пункт, который пересмотра ежегодного, он хорош, поэтому если вот вы смотрите, если у вас будет вот, да, возможность обращаться к святым с таким вот пунктом, у кого-то у нас есть пересмотр через 11 лет, то есть знаете тоже, ну вот так что вот этот хороший пункт, потому что можно освоиться, можно посмотреть, что тут тяжело, какие-то более там льготные условия, либо наоборот побольше работать, или еще что-то новое дадут в открытии, поэтому тут диалог хорошо бы вести, вот у меня позволительно это, так что всем советую вносить. Да, и сразу все актуальные вопросы по поводу контрактов, как это бывает в нашей мирской жизни, а расторжение бывает контракта? Вы знаете, получается, бывает, но оно бывает как, если вы не исполняете контрактное соглашение, но опять же прописаны штрафные санкции, санкции прописываются, и прописываются они не вами, они прописываются той стороной, и как раз таки, вот не помню точно, но у меня, насколько я помню, с высшего я не слетаю, но со всех каналов я слетаю, и, собственно, финансы мне оставляют все заработанные, у всех, у многих финансы обнуление идет, и по здоровью, ну и как бы вот мы садимся опять на тот уровень, где сами-сами-сами, и, конечно, не хочется это, не хочется, и, наверное, это и заставляет все равно работать, заставляет писать, потому что даже на таком уровне вроде как мы и не вышли в основное, в свой род деятельности, но все равно как-то боязно, как-то так это, что не хочется всего наработанного лишиться, потому что только начинаешь это познавать, вот еще столько глубины впереди, и я думаю, что, вы знаете, каждый доволен своим контрактом, вот это очень важно, то есть для каждой сути выписан контракт, который он радуется, который его радует, потому что я это буду делать, и это я буду делать, и вот это, и мне для этого, и народ мне приведут, то есть не надо рекламы, какие-то вот там куча мероприятий, команду, инвестирование, то есть, конечно, все согласны, и, наверное, в этом-то тоже такая некая морковочка, как ее мы называли, нам такую морковку показывают, идите, 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 но она работает, она на наше 3D воспитание, она работает, что будет вам все хорошо, только идите, но и контрактами все довольны, вот не было ни одного, мы обмениваемся контрактными пунктами, только чтобы удивиться, что вау, вау, что будет-то, в каком мир мы начинаем попадать, потому что это, конечно, колоссально, даже те, кто вообще ничего не делал, не мог, не умел, он раскрывается вообще совсем в ином ключе, и такие чудеса будут просто чудесные. Да, я, собственно, согласен полностью с тобой, и тут не столько вопрос о том, чем может быть чревато, да, расторжение контракта, а столько, наверное, к человеку, который задает этот вопрос, и в моменте просто, ну, думает, а мало ли, я там не захочу, там, практику какую-то делать, или человека принимать, там, ну, это ленивость, да, в душе она включается, потому что я знаю, и во себе тоже это бывает иногда, на практику идти надо, а мысли такие, а может и не надо, а потом включается, опять-таки, высшее я, и подталкивает и говорит, иди, надо, энергия каждого дня, она неповторима. И, друзья мои, опять же, вопрос к вам, вы хотите какой жизни для себя, да, если вы качественной жизни для себя хотите, если вы хотите, опять-таки, создавать, творить, созидать и через себя проводить высоковибрационную информацию, которая будет идти во благо вашему окружению и многочисленной аудитории, которая в дальнейшем будет приходить к вам, плюс ко всему, этот шанс он дан не каждому. Вот это меня тоже очень сильно греет, потому что мы первопроходцы, вот если взять нас вообще хамелианцев, да, ну, хамелианцев есть такое выражение, тех людей, которые находятся в эгрегоре цивилизации хамилия. И если нас взять всех вместе, то мы с вами первопроходцы, потому что, ну, нет такой больше информации в мире, которую подаёт Ирина Чекунова, потому что она, вот правильно ты меня поправила, Елена, в самом начале, она тот первопроходец, она прошла через такое количество испытаний в своей жизни, чтобы добиться на сегодняшний день вот этой популярности, да, опять-таки, ну, есть такое, вот этого качества передачи информации. И это, ну, дорогого стоит. Вот. Поэтому, если вас, Высшее Я сюда привело, если вы находитесь уже перед выбором, а идти или не идти, то, опять-таки, вопрос к вам, какое качество жизни вы хотите для того, чтобы дальше созидать. И остаётся только работа над собой. Работа над собой, на самом деле, она не прекращается никогда. И смысл-то в жизни, вот вообще в чём, да, это вот Хамилия тоже ответила на этот вопрос в очередном из ченов, и он на самом деле прост. Вот все ищут смысл жизни, но, ну, единицы, да, можно так сказать, его находят, на самом деле нет. Смысл жизни, друзья, в развитии. И вопрос здесь, идти или не идти, он сам собой отпадает, когда ты понимаешь, что, так, я пришёл в этот аватар, на эту землю развиваться. Что мне делать? Развиваться. И вот она информация, та, которая может, как раз-таки, ну, как ракета вынести вас, да, на определённую орбиту, где вы будете получать самую, ну, самую, опять-таки, одну из востребованных профессий, да, на ближайшее, на ближайшее время, да и вообще на будущее. Это контактёр, это тот человек, который через себя проводит информацию и выдаёт её, опять-таки, по запросу. Я рад, на самом деле, то, что сам попал в этот эгрегор. Вот с 2018 года знаю Ирину и получаю информацию, и я закрыл для себя колоссальное количество вопросов, и у меня возникала один раз мысль, да, у меня такое было. Ещё помню, в первых ченах на Ютубе, там, 001, вот под такими цифрами, прям самые-самые первые, она отвечала на вопрос по поводу контактёрства, ну, вопрос был таков, а каждый ли сможет? Хамилья тогда ответила, что по уровню сознания люди смогут, да, и мы будем выдавать инструменты по поводу выхода на высшее Я, вот, но это будет в будущем. И я тогда задумался, а было бы здорово на самом деле. Теперь-то я понимаю, что мне высшее Я подало мыслеформу, что, Серёж, а было бы здорово, да, а у тебя есть, оказывается, потенциал, ты, оказывается, пришёл сюда для того, чтобы тоже стать таким же контактёром, ну, таким же, не таким же, все мы разные, но факт в том, что инструменты взять подобного формата и уже творить, да, этим миром, тоже создавать что-то грандиозное. Вот, захотел тоже, да, поделиться своим мнением. Да-да-да, очень здорово. — Нейтральная позиция с уважением, но без фанатизма, это не помешает в обучении или критично? Ну, то есть, как я понимаю, да, данный вопрос, то есть, нужно вот прям вот всё-всё-всё-всё выполнять, что говорит цивилизация Камилья, прям все-всё-всё практики посещать, то есть, если без фанатизма, то есть, не делать вот абсолютно всего, да, то, что говорит, опять-таки, рекомендации, ну, вот, опять-таки, вопрос такой очень интересный, да, вот я задал, и сам понимаю, что его можно, ну, по-разному интерпретировать, потому что, всё-таки развиваться и, ну, двигаться по рекомендациям, это намного лучше, я по себе скажу, вот, честно по себе, наверное, даже, ну, всё-таки, твоё мнение хочется тоже услышать по этому поводу. Ну, вы знаете, тут можно сказать, первое сразу, что приходит на ум, да, в данном случае, это то, что говорит Камилья, всё по сознанию, то есть, если сознание говорит, я тут рядышком постою, посмотрю, чем это закончится, значит, так надо сделать, но практика показывает, вы стоите рядышком, и вы начинаете, а, как там чакры, что там, там надо вот так, а что сегодня, так, водичку надо с лимоном пить, а, и вот так вот потихоньку, а, в храм надо сходить, в четверг очиститься, пойду-ка я в храм схожу, и тем самым, вот так стояние в сторонке, оно потихоньку перерастает, ну, не скажу, что фанатизм, если нас можно всеми так фанатами назвать, но, по крайней мере, вот мы следуем, да, мы следуем, потому что, когда нам, мы понимаем, что если мы там поели какую-то тяжёлую пищу, вот у меня очень часто тоже спрашивают, когда я дала клич, ребят, задавайте вопросы, стали спрашивать, а писать на голодный желудок, или не на голодный желудок, как у вас это происходит процесс, вот понимаете, если писать на голодный желудок, то это получается всё тяжелее, и мы понимаем, ага, вот это получается, это всё тяжелее, значит, мне надо не кушать, ага, раз мне надо не кушать, значит, ой, у меня легче, всё, и постепенно те рекомендации, на которые мы такие, ой, так, а как же мне ещё улучшить, чтобы посильнее всё было, а, надо вот это убрать, надо, значит, не кушать, да, надо там, ну, Да, ещё рекомендуется глюкозу для сцепочки работы хорошей тоже. Но опять-таки это вот именно всё по сознанию, понимаете? А кто-то даже есть у меня, тоже знакомая девочка из вашего потока, она отошла, она была очень, она на третьей ступени, кажется, отучилась, и потом она мне написала, говорит, Елена, я отошла, не хочу. Ну, то есть я почувствовала себе другое, я почувствовала и отошла. То есть здесь, видите, как, даже если вы хотите без фанатизма, без постоять в сторонке и посмотреть, понаблюдать, а может быть это как раз тот самый случай, когда вы, ой, а что там они делают, ой, как здорово, ой, а потом подвернётся какая-то практика, на которую прям вас приведёт случайно. Вот даже вчера же в эфире, помните, ой, я случайно нажала кнопку и случайно попала в эфир. Вот я совсем это всё сделала случайно. Поэтому, может, и так вас случайно тоже куда-то выведет, и вы пойдёте совсем, казалось бы, ваше сознание сейчас говорит, ну, я тут постою, а войдёте в самую гущу всех событий и начнёте совсем по-иному изучать, да, этот вопрос и участвовать в этом вопросе. Поэтому, наверное, вот так, по сознанию. Ответ по сознанию. Да, 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 согласен. Какие необычные способности появились после курса? Вы знаете, наверное, это вопрос там лично, да, лично у меня. Ну, во-первых, способности какие? Общаться. Общаться с высшими учителями. Почему скажу, что это важно и это особенность? Вроде как мы на это учимся, да, но это особенность. Потому что всё-таки, когда мы садимся в этом процессе и проводим по часу времени, там, по часу, по два, да, вот мы сидим и латаем, мы ходим в некое состояние, которое вот практики с медитациями, когда физические, да, там вот мы сидим и сидим, и пытаемся свой ум отстранить, да, мы техниками дыхания там пытаемся это всё, мысли убрать. А здесь же мы, ребят, мы каждые два часа ежедневно сидим в полной прострации, да, вот отрешённой от всей вот матрицы и проводим какие-то потоки, ну, какие-то я так, мы же ещё там досконально их не изучили, но мы проходим потоки, проводим потоки через себя. И разве это не чудо какое-то достигать из наших 24 часов два часа пустоты в голове, такой пустоты, что за вас вещают. То есть, да, когда мы передаём информацию, мы же её проводим, и это, мне кажется, это позволяет ещё, ну, конечно, это позволяет глубже уйти в сеностройку с учителями, глубже выйти на тот уровень, на который мы стремимся, как нам показывает Ирина. Да, сеностройся, пожалуйста, есть вот вопрос непосредственно к тем святым, которые выйдут сейчас на связь. Какую суть несёт наш сегодняшний эфир? Так, давайте, давайте мы запросим у святых, а потом можем запросить у цивилизации, потому что она тоже очень, ну, посмотрим, как сейчас мы со святыми пообщаемся, а потом цивилизация. Да, я вспомнила вопрос, как раз я вспомнила, что какие чудеса я могу делать, да, наверное, это самое основное чудо для меня, по крайней мере, для человека, который не особо познавал чудес в этом мире, но очень был любопытен. Мы пишем с закрытыми глазами, потому что, чтобы сеностроиться получше, так что не пугайтесь, кто первый раз видит. Так, я в полях твоих, Богородица твоя, в основе твоей. Здесь я пребывающая, здесь я, детки мои. Когда мы говорим о потоках, мы говорим и несем потоки в людской массы, мы это проносим сквозь определённые пути, сквозь определённые сознательные ценостройки. Вот сколько народу нас слушает, сколько народу нас услышит, столько и сознания будет обращено в ту сторону. Они услышат и прочувствуют определённые поля, прочувствуют те системы, которые, может, их в сознательном фоне заставят обернуться, остановиться, подумать о житии своём. Потому что самое важное сейчас, в эти времена, в сложные времена, быть в состоянии баланса и в состоянии гармонии своих путей, слышать себя. И как только они услышат себя, они могут уже вести и другие беседы. Беседа соединяясь, соединяясь к себе подобными, тем самым формируя новую сеть, новую сеть благих существ, благих душевных состояний, благих душевных сознаний, которые в полной мере будут заселять новое созидание и новые поля, которые в новом мире открываются для вас, и все чудеса, которые творятся и которые будут проводиться в ваших полях, будут вас удивлять. И вы будете, как дети малые, радоваться тому, что есть в обиходах теперь. И не будете, как дети злые, сидеть в своих состояниях, заторможенных и запрессованных большими тисками путей, которые были ранее, которые были и не выпускали вас на должный уровень сознания, для того, чтобы вы обретали именно те крылья, которые дадут вам те полёты, которые и важны сейчас, важны в этих полях, важны. Дайте себе и своему сознанию раскрытие потоки, дайте и узрите это, узрите. О тех вопросах, что вы сегодня латали, есть определённые сонастройки для тех пас, которые нужны. Нужны в новых обиходах, в новых путях, и также в раскрытии тех путей, которые уже на полдороге, которые вы собираете и которые вы несёте. И несёте. Почему? Потому что скоро будет по результатам вам дано, потому что скоро в обиходах ваших будет прояснено в вашем сознании те пути, почему вы шли. Потому что скоро настанет новое время, скоро настанут новые пути, и скоро всё обретёт совсем иные краски. Да вы и сейчас можете уже замечать эти потоки, да вы и сейчас можете уже своим сознанием говорить, сознание, кушай новое, смотри новое, лицезрей новое, потому что всё новое это и есть то, что становится над тем освобождённые программы, те программы, которые вы закрыли по деструктивным полям, по тем обиходам, которые были ранее, которые каждый день замещали вам созидание, выдавали себе все сонастройки некачественных прохождений их путей, и не давали себе те развития и мотивационные созидательные поля, которые несут вас в новое качество. Освободив эти деструктивные поля, вы обретаете новое место, новое место для программных обиходов, которые могут устанавливаться и могут давать вам совершенно новые потоки. Поэтому, почему мы говорим и призываем, всё будет новое, потому что именно на новую освобождённую память, на новые места, на новые трансформации, на новые программные коды будут даваться совершенно и новые программные коды, которые будут вас радовать, и вы будете, как малые дети, забавляться, и у вас не будет в сознании тех программ старых, закрытых обиходов, которые заставляли вас ругаться, заставляли вас драться и заставляли вас бороться. Теперь только в созидании, в демонстрации, в показах всего нового, в показах того, что будет вам предпосылкой к новому времени, а вы даёте это новым сознанием и новым созиданием, новым сознанием, которое будете также выпускать в эти поля. А вы, как те первопроходцы, которые начинают познавать этот мир сами и потом начинают учить других людей действовать в этих мирах, в новом мире, и эти потоки будут разноситься. Вы начинаете всё познавать через себя и учить людей, как это делается в новом мире, потому что в новом мире будут новые программы, будут новые обиходы, и поэтому нужно много людей для того, чтобы они на всех фронтах, в каждой точечке земли проносили эти потоки, проносили новые, новые потоки, которые будут улучшать качества, которые будут забавлять людей, как малых детей. От этого и есть. У души нет времени, а у вас есть, и в сознании в вашем есть. Поэтому станьте сейчас на время новыми детками, которые приходят в новый мир, чтобы новые краски разлить и новыми красками научиться действовать, научиться создавать новые полотна, которые будут приносить только радость. В этом-то и задача. Задача и вас, как проводников, задача и новых людей, которые будут в новом времени, в новом сознании познавать все новые программы, которые будут проводить не только учителя, не только цивилизации через проводников, но и все, что будет вам предоставляться абсолютным здесь. Это будут новые потоки, которые уже заложены и в которые вы входите. Те, кто первый вошел на дорогу в следующем. И так будет, пока вы все не научитесь новым сознательным фоном. А дальше вы будете обучаться, обучаться, углубляться, углубляться. Все как малые дети, но у души нет возраста. Поэтому учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Вот такое послание. Вот такое послание. Ну, кстати, да, я смотрю на обратную связь и сам чувствую, пошли мурашки. То есть энергия, она пошла по телу. И это очень здорово. Это определенное опять-таки подтверждение. Многие просто ищут эти подтверждения, чтобы картинка пришла, чтобы голос какой-то появился. Опять-таки вопрос поступил. По мыслеформе каким образом приходит? То есть просто голос какой-то подает или каким образом поток этот приходит? как его ощутить? Вы знаете, мне кажется, я пыталась, меня кто-то тоже спрашивал, я пыталась объяснить, у нас нет таких слов, которые это объясняют. Вот понимаете, мы можем объяснить механизмы, которые мы знаем. Вы знаете, я когда-то изучала быстрое чтение, технику быстрое чтение. Я помню рисунок, что у нас там, как проходит процесс чтения, мы видим, куда-то поступает, потом куда-то поступает, а процесс быстрого чтения, он минует это, и надо научить, вот там шестереночки были показаны, надо научить мозг по-другому. Но объяснить это очень сложно, поэтому вот сам процесс, я тоже пыталась понять, это мысль, это как она мысль, вот не могу объяснить, вот оно вот прям вот идет, и пока нет объяснений, потому что у нас нет еще вот как-то никто не нарисовал такого рисунка, как вот одно в другое, потому что визуал, может быть, если когда-то сесть и посмотреть там какие-то схемы, как у нас процессы мыслеформ, да, приходят мысли, даже не мыслеформ, то может быть на основе этой как-то можно будет сделать, но просто вы это слышите, вот вы это даже не можно слышать, есть наслышание, когда голос в голове, у меня не голос, у меня как бы вот мысль, ну вот прям мысль, вот идет мысль, и она, видите, сначала как-то раскачивается, ну потому что тут, видите, тут на публику и вообще, а потом вот уже вот не остановить, и самое интересное, вот можно 20 минут, 30 минут писать, 40 минут писать, и с темы не сходят, вот начинают, примеры приводят, и потом заканчивают, вот я так не могу, я вообще инженер по профессии, я, конечно, совсем так долго говорить не могу, и это было, когда вот все сомневались, я в себе не сомневалась, почему, потому что я не могу так говорить, вот понимаете, 20 минут, не сопнувшись на одну тему, ну вот не могу, и поэтому, когда вот уже пошли такие члены, я уже понимала, что нет, это точно не я, потому что, хотя, ну естественно, как у всех были сомнения, ну вот прям точно не я, поэтому, все вот как-то вот так, мы можем сейчас, знаете, и мы можем у Альтуриона какой-нибудь вопрос задать, можем даже примерно такого же плана задать. Да, я думаю, очень будет актуально, если есть такая возможность, да, по поводу вот сложного сегодня события, тех людей, которые находятся в онлайн, и которые посмотрят эту запись последствий, да, вот какую суть несет данное мероприятие. Таракотокотеки, добрый день, мы в активе Таракотокотеки, мы вещаем Таракотокотеки в частой форме Таракотокотеки, к нам уже привыкли Таракотокотеки, и даже наш язык Таракотокотеки, уже можно копировать Таракотокотеки, но не торопитесь Таракотокотеки, мы сейчас проводим настройку с филеной Таракотокотеки, изменяя ей потоки Таракотокотеки, потому что она права Таракота Катаке, что это ее слабое место, Таракота Катаке. Поэтому Таракота Катаке, мы можем сказать Таракота Катаке, события интересны, сложны Таракота Катаке, чем Таракота Катаке. Каждый участник событий Таракота Катаке получает свое Таракота Катаке. Мы объясним Таракота Катаке. Вот есть Елена Таракота Катаке, ей скоро выходить в работу Таракота Катаке, у нее есть Таракота Катаке, определенные обязательства перед нами Таракота Катаке, в контрактной форме оговорены Таракота Катаке, Но при этом Таракот-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат Теракотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокотокоток свои обучающие процессы Таракота-Катаки и контрактную форму Таракота-Катаки еще не подписанную Таракота-Катаки это тоже не просто так Таракота-Катаки для вас это событие Таракота-Катаки и пожалуйста обязательно фоксентируйте Таракота-Катаки на том времени, когда вы первый раз Таракота-Катаки стали вести активную деятельность Таракота-Катаки для ваших Таракота-Катаки семинаров Таракота-Катаки совместных общений Таракота-Катаки мы скажем, почему Таракота-Катаки когда открывается событие Таракота-Катаки Оно имеет временные рамки, Таракота Катаке. Оно может открыться, Таракота Катаке, закрыться сразу, Таракота Катаке. Как этот эфир, Таракота Катаке. Но это обманчиво, Таракота Катаке. Эфир оставляет шлейф, Таракота Катаке. Его потом будут смотреть, Таракота Катаке. Кто-то будет говорить, Таракота Катаке, что-то, Таракота Катаке, обсуждать, Таракота Катаке. Обсуждать Сергея, Таракота Катаке. Елену, Таракота Катаке. Богородица, Таракота Катаке. Вопрос, который задавали таракоток, это событие, оно уходит таракоток в огромную таракоток, мощную таракоток, переплетенную структуру таракоток,大 Architecture, все, что является таракоток, 大賽ки, абсолютной энергии таракоток, это мощь таракоты, который, можно сказать, вы прокачиваете таракоток, и начали еще задолго до контрактных форм таракоток. Поэтому когда придет подписание, вы еще вспомните нас, таракоток отокоток, для чего таракоток? Мы акцентировали вам Таракота Катоки, потому что там обязательно будет Таракота Катоки нести Таракота Катоки информационные потоки на большие аудитории Таракота Катоки. Просто времени нет и вам Таракота Катоки дали эти возможности Таракота Катоки, ну как возможности Таракота Катоки, дали вам совет через мысли формы Таракота Катоки начинать торопиться Таракота Катоки. И вы уже в подготовленной форме Таракота Катоки будете эти потоки проводить Таракота Катоки. Возьмем остальных людей, которые присутствуют, могут в своих формах заострить внимание на тем, что происходит. Одни любопытны, другие хотят сравнить, третьи хотят познать, четвертые хотят найти оплошности, чтобы подтвердить, что это все не то. Поэтому ответ один, для каждого это собранное событие, влечет последствия, но все это из-за того, что выходит на большую аудиторию, а это больше, чем два человека, высуждение между собой, это все имеет влияние на поток, а так как вы принадлежите, еще пока не переданы нам, как кураторам Таракоток, а таки это все в организации Таракоток, а таки хамилии Таракоток, а таки поэтому можно сказать Таракоток, а таки такими путями Таракоток, а таки хамилия ставит вас Таракоток, а таки на путь истинный Таракоток, а таки на путь помощи себе Таракоток, а таки и на путь Таракоток, а таки притягивания Таракоток, а таки людских обиходов Таракоток, а таки к своим процессам Таракоток, а таки. Так что всем выигрыши Таракота Катоки, всем хорошего дня Таракота Катоки, отдыхайте, расслабляйтесь Таракота Катоки, вас же не напрягает Таракота Катоки смотреть Таракота Катоки, вы же сейчас не делаете Таракота Катоки, тяжелую работу Таракота Катоки, а вы с интересом наблюдаете Таракота Катоки, поэтому это благие коды Таракота Катоки по всем аспектам Таракота Катоки, и для сознания Таракота Катоки, и для восприятия Таракота Катоки, для эмоционального фона Таракота Катоки, И плюс вы не в работе Таракотокотоки, в физическом труде Таракотокотоки, а вы в познании Таракотокотоки, потом сегодня еще дата Таракотокотоки, 11 Таракотокотоки, но 9 Таракотокотоки. Мы также Таракотокотоки скажем, что это база Таракотокотоки, базовые программы на новых Таракотокотоки, в состояниях Таракотокотоки. Вы переведете их все Таракотокотоки чуть позднее Таракотокотоки, но 11 Таракотокотоки дает опять открытие Таракотокотоки, база Таракотокотоки через основу Таракотокотоки, основу у вас Таракотокотоки, пока понимание Таракотокотоки, так что понимайте все, что вы говорите Таракотокотоки, все, что дается Таракотокотоки. Таракот-Акадаки, переводите через обновление на новые уровни Таракот-Акадаки и запускайте новые программы Таракот-Акадаки, уходите в двойки, тройки Таракот-Акадаки и так далее. В этом и есть развитие Таракот-Акадаки, которое у каждого Таракот-Акадаки формирует личность Таракот-Акадаки, формирует сознание Таракот-Акадаки и путь человека Таракот-Акадаки. Мы можем говорить долго Таракот-Акадаки, вы нас останавливаете Таракот-Акадаки. Вот так. Ой, огромная благодарность Елене Атолиона. огромный репас. Потоки на самом деле мягкие, благостные. Я вижу обратную связь от нашей аудитории. Я сам сижу, а меня из стороны в сторону начинают качать. Вот, друзья, кстати, пример того, как может проявиться поток. Это когда вы не специально, а вас просто начинает из стороны в сторону шатать. Тут ещё есть момент по-часовой, против, либо вперёд-назад, либо это уже отдельная история, но сам факт в том, что вот поток. У кого-то мурашки пошли. Вот я вижу сердца, я вижу благодарности. Да, это здорово. Елена, это прекрасно, что мы с тобой сегодня здесь собрались поговорить на эту тему, потому что она на самом деле очень важна. Сергей, тебе огромное спасибо за то, что ты проявил инициативу, что ты делаешь такие эфиры. У нас действительно очень много, не побоюсь этого слова, не то, что качественных, но просто-просто отлично, и вот помощников для Ирины растёт. Вот, но опять-таки, если где-то какие-то в наших там ответах какие-то несостыковочки или что-то, мы, конечно, нарабатываем, да. Но, с другой стороны, те, кто пошёл в работу, те, кто на консультирование будет работать, вот там всё чётко. Вот здесь вот каждый святой говорит, не приведут к вам человека, которому вы не сможете помочь. И так каждому. Поэтому на консультации не бойтесь ходить с контактёром, потому что они дадут именно ту информацию, которая должна вам прийти в сознание именно сейчас. Вот. А так вот в большом обиходе выходить в массы там и студировать там, кто в доме чем занимается, мы ещё пока не можем. Но мы растём, и мы будем нарабатывать эту энергию, чтобы уметь разговаривать обо всём, на все темы, во всех областях науки и техники быть просто. Хоть мы ничего не знаем, но проводящей энергией мы можем делиться, если на то дадут добро наши учителя и кураторы. Да, Сергей, огромное спасибо. Благодарю за эфир. Прошёл вообще как в родном доме. Так что благодарю. Спасибо за атмосферу. Благодарю. Да, я тебя тоже благодарю и Богородицу, и Альтуриона, и тебя, Елена. Огромная-огромная благодарность за эту энергию. Здоровья, друзья, берегите себя, да, следите за питанием, развиваемся и мчимся с вами на всех парах в лучшее качество жизни для всех нас. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok